Всем привет! 8 лет внимательно наблюдая за тем, какую лыжевую пургу несут российские пропагандисты и российская власть в отношении Запада, Украины, давно уже сделала вывод, что их надо просто внимательно слушать и они обязательно выйдут сами на себя. Потому что когда люди постоянно врут, они забывают, что они говорили, например, по поводу Майдана, там, год назад или два года назад, да даже иногда через неделю. Забывают и обязательно на язычок выскакивает из подсознания истина. Но они-то знают прекрасно, что происходило и в Крыму, и на Донбассе, и на Майдане. И вот они очень часто проговариваются. Но самый яркий пример это Путин. В 2014 году он рассказывал, что самооборона Крыма, те самые зеленые человечки восстали, что Крым сам решил свою судьбу. А через два года в интервью журналисту Медведеву с «Россия-1» тот же Путин рассказал, что это была спецоперация России, а зеленые человечки – это были войска Российской Федерации. Сегодня я хотел бы показать, как Артем Шейнин, ну не то чтобы переобувается, он не переобувается, он просто начинает говорить правду о том, что было под Оловайском, под Дебальцево, а ведь он шесть лет рассказывал, что их там нет. Давайте внимательно послушаем, как он оправдывает то, что началось 24 февраля. До сих пор мне задает вопрос, ну а вот как ты думаешь, вот можно было этого избежать, а можно было как-то по-другому? А вот зачем? А вот почему мы это начали? Друзья мои, вообще-то в 2015 году были боевые действия, которые были прекращены, заметьте, прекращены договоренностями, которые подразумевали, что все стороны будут их выполнять. Но и мы все помним, что война была между восставшими шахтерами Донбасса и вооруженными силами Украины. А когда были подписаны Минские соглашения, Россия вошла в этот документ как миротворец-посредник. Ведь так, да? Мы все помним. Именно это рассказывал нам Артем Шейнин. Может быть кто-то пропустил, но в январе кто только из Киева на самых высоких уровнях не начал говорить о чем, если кто забыл о том, что Украина не может, не будет и не в состоянии выполнять Минские договоренности. Ну давайте даже примем эту версию, что все так, хотя это конечно вранье, потому что Украина никогда не говорила, что она не будет исполнять Минские соглашения. Украина говорила, что они должны быть исполнены сначала в части безопасности, вот те пункты, которые относятся к безопасности, а уже потом переходить к политической части договоренностей. Ну потому что нельзя проводить выборы, когда стреляют, и нельзя проводить выборы, когда, например, к избирателям Ордло не допущены партия Свобода, Европейская Солидарность, ну все украинские партии. А против прекращения стрельбы, естественно, выступала Россия. Ну это даже не будем сейчас обсуждать, давайте послушаем дальше. Проверьте меня, прецеденты в истории имеются. Если одна из сторон, которая в скобках, замечу, проигрывала боевые действия и заключила мирные соглашения для того, чтобы они прекратились, заявляет о том, что она отказывается их выполнять, вообще-то это достаточные условия для возобновления боевых действий. Замечательно, даже это давайте примем за истину, но тогда возникает логичный вопрос. А почему боевые действия не начали боевые шахтеры Ордло, которые обещали дойти до Лондона, которые ввизжали, что нас Россия просто сдерживает, мы бы уже давно этим бандеровцам все показали и Киев взяли. Почему боевые действия начала страна-неучастница конфликта? Она же сторона-посредник, как говорил 6 лет из телевизора Артем Шейнин. Это сторона-миротворец? Как же так? Как это все может быть? Нужно напоминать нам всем Филатова, мэра Днепропетровска. Обещайте им все, что угодно вешать будем потом. Они не собирались выполнять эти договоренности. Здесь хотелось бы сказать, что вариант обещать, а потом, это для 2014 года. Сейчас, сразу, потом.